Поэтому мы начинаем с первого доклада, он посвящен анализ ниши и о том, как сделать анализ ниши для англоязычного сайта. То есть мы рассмотрим много нюансов, на самом деле информации много и постараемся успеть в рамках того тайминга, который у нас сегодня есть. Вы можете посмотреть трансляцию на нашем сайте, на запад.ком, а также перейти по ссылке, которая указана в рассылке в ютубе и собственно смотреть из ютуба. Комментарии можно задавать с помощью формы фейсбука на самом сайте, через минут 15 там подтянутся люди, которые будут помогать и отвечать вам на вопросы. А также задавать вопросы в комментариях на самом канале ютубе и на трансляции. Ну и не забывайте лайкать и подписываться на наш канал SeoProfi.ua. Собственно, начинаем. Первое, что касается анализа ниши, то есть я склонен к тому, что нужно в первую очередь всегда анализировать сайт довольно-таки детально. Точнее анализировать топы, анализировать обратные ссылки, анализировать контент и так дальше. Собственно, это структура сегодняшнего доклада. Что мы рассмотрим? Мы рассмотрим, первое, это топы, каким образом это можно анализировать, какие тузы использовать. Второе, это обратные ссылки, то есть на что обращать внимание. Вот, например, решили вы создать какой-то проект. Основная цель монетизировать и зарабатывать с помощью того, что вы привлечете трафик. Ну и, собственно, будете с помощью этого трафика зарабатывать. Дальше мы рассмотрим контент, мы рассмотрим, как анализировать трафик этих топовых сайтов и вообще сайтов, которые мы найдем, собственно, видимость. Ну и, конечно же, техническую часть оптимизации. Поэтому идем дальше. Основная задача, вот то, что очень мало людей делают, обычно, как все происходит. То есть, например, человек говорит, о, там тематика юристы очень классная, конкуренции нет, но нету на основании чего. То есть все это сказано. То есть мы анализируем топ. Чтобы анализировать топ, нам важно, ну, можно использовать такие инструменты. Первое, это обычный VPN. То есть мы можем использовать хайдмэс, можем использовать кучу других. То есть на самом деле абсолютно без разницы. Зачем это нужно? Чтобы посмотреть выдачу в Google.com, ну, англоязычную выдачу в Google.com, не нашу, которую там будет с Com.ua, с Google.ru, а именно англоязычную, нужно залогиниться и зайти с IP-шника, например, американского. Соответственно, VPN решение нормальное. Из бесплатных это Google Preview Tool. То есть вы можете вбить в Google, Google Preview Tool, либо перейти по ссылке. Собственно, вы вбиваете поисковый запрос, выбираете регион и вам показывает Google выдачу, которая непосредственно связана с этим регионом. Третий вариант. Это самый вообще простой вариант. Не нужно никуда заходить. Заходим в AOL.com. Это сайт, в котором встроена американская выдача. Вбиваем запрос и смотрим результаты. Там немножко неудобно, поскольку оно сделано в основном для... Сделано по-другому, чем выдача Google, но результаты одинаковые. Четвертый момент. Это с помощью сервиса Rankine. Но про это немножко позже. VPN. Так выглядит обычный VPN HideMS в переводе с английского «спрячь мою задницу». Собственно, я постоянно с ним работаю по причине, что удобно. То есть первое, мы берем, логинимся под нужный нам регион. То есть это может быть там Лос-Анджелес, это может быть Штаты, это могут быть Россия, Украина. Да, абсолютно любая страна. Там очень много IP. И из-под этого IP уже ведем работу. Дальше. На что мы обращаем внимание в выдаче? Допустим, у нас есть запрос «Accident Lawyer Лос-Анджелес». То есть это запросы, связанные с юристами. На что мы смотрим внимание? То есть на типы запросов. То есть для этого нам понадобится сервис, например, SamRush, который очень быстро все может показать. Например, я вбил запрос «Accident Lawyer» и нам показывают варианты по частотности. Например, «Accident Lawyer 8100 запросов», «Accident Carer», точнее «Accident Lawyer 8100 запросов». Ну и, собственно, может показать по частотности эти запросы. То есть мы по частотности их и будем отделять. На самом деле, например, «Accident Lawyer» это будем считать как высокочастотный. Все, что до 1000 и там, грубо говоря, даже до 700 в нашем, ну до 880 частотность, это можно считать высокочастотными запросами. Все, что дальше, это среднечастотные запросы и еще дальше, ну, грубо говоря, запросы, которые там от 50, от 30 поисков в месяц, это среднечастотные запросы. Запросы, которые, в принципе, нету в SamRush, например, от 5, и вообще, которые там спрашивают один раз в год, один раз в месяц. Но это запросы больше будут подходить для сайтов «Дарвеев», но про это позже. По этим запросам, ну, что нам важно, то есть вы определились в нише, например, в моем случае это тематика лойеры, то есть юристы. Вы определились в нише, ну, я не знаю, например, ниша рецептов, ниша там фармы, ниша какого-то даунлоуда и так дальше. Дальше вы заходите в топ и, по сути, смотрите в топе моменты, которые мы рассмотрим дальше. То есть первое, на что нужно обратить внимание, это обратные ссылки на сайт. Что мы смотрим? Это анкор-лист, это динамику, это типы ссылок и траст доноров. Давайте более детально посмотрим. То есть инструменты для анализа так, чтобы сразу посмотреть, как рентген на глаз, я использую всегда сервис Ахревс. То есть для того, чтобы мега было удобнее, как в данном случае на слайде, мы берем, устанавливаем Ахревс Сеобар, который доступен для Mozilla и доступен для браузеров, такие как еще Google Chrome. И, собственно, когда мы вбиваем из-под VPN, например, запрос «Cardex Accident Lawyer», нам показывают данные по Ахревс для каждого конкретного сайта. Например, что мы можем сразу увидеть? Количество ссылок, авторитет домена, социальные факторы на эту страницу, которая находится в топе, Алексу можем увидеть и так дальше. То есть на первый взгляд можно и так понять, что собой представляет данная ниша. Ну, к примеру, например, вы нашли какую-то узкую нишу, а там сайты в топе, у которых практически нету ссылок. Здесь два варианта. Либо действительно конкуренция очень слабенькая, либо на самом деле конкуренция сильная, но люди используют ломанные ссылки и как бы прячут их от того, чтобы нельзя было увидеть. Переходим к следующему слайду. То есть можно сделать более продвинутый анализ. То есть мы берем такую есть программу сервиса «Парсер», ну, либо какой-то другой сервис, который может заниматься парсингом. Проверяем обратные ссылки всех топов. То есть мы нашли, например, в… зашли по запросу «Accident Lawyer», вбили в Google, увидели результаты поиска, взяли сайты, которые… Например, если у вас портал, то понятно, что… Ну, то есть если вы планируете портал, то вам, скорее всего, интересны сайты, которые от портального типа, и их более детально проанализировать. На что мы обращаем внимание? То есть переходим к следующему слайду. На что обращаем внимание? Это Google Trust, это Moz Page Authority, это Moz Domain Authority, это Majestic SEO Citation Flow, это Alexa, это Ahrefs Domain, это Majestic Domains, ну, и плюс еще сабнеты и общее количество ссылок. Если вернуться на слайд обратно, если его увеличить немножко, то можно увидеть, грубо говоря, данные по всем обратным ссылкам, которые находятся на этот сайт в топе. Ну, и, в принципе, проанализировать и понять, каким же образом он продвигается. То есть идем дальше. На что обращаем внимание? Вот, например, мы в топе нашли, допустим, портал. Он на поддомене lawyers, там, findlow.com, и мы смотрим конкретную страницу, которая ранжируется в топе. Мы смотрим на общее количество доменов, которые ссылаются на данную страницу. Дальше мы смотрим на анкор-лист. То есть в нашем случае анкор-лист выглядит, в принципе, довольно-таки спамно. Что значит спамно? Когда в тексте обратные ссылки используются коммерческий анкор. В нашем случае это car accident lawyer, и, в принципе, это не очень хорошо. Идем дальше по анкор-листу. Дальше, например, мы можем взять еще один сайт из топов. В нашем случае анкор-лист выглядит, в принципе, неплохо. То есть, как мы видим, это главная страница, на нее ссылается 188 доменов и так дальше. То есть, что можно сделать? Можно просмотреть ручками, если это небольшая ниша, и понять... То есть, мы обращаем внимание на... Первое, это анкор-лист. То есть, он может быть таким, может быть другим. Ну, то есть, он может быть абсолютно разным для разной тематики сайта. Дальше мы заходим на ссылки, которые... Ну, обратные ссылки домена. Важно нажать сразу domain rank и, по сути, посмотреть самые топовые сайты. И в данном случае, если вы будете заходить в эту нишу, то у вас сразу есть ответ. Вот смотрите, мы нажимаем domain rank и смотрим домены по авторитету. Например, первый сайт это Google+, второй там крупный каталог bbb.org. Дальше социальная сеть, Reddit, дальше PR-web, Yellow Pages и так дальше. По сути, мы сможем абсолютно все повторить по нашему проекту, опираясь на такое ссылочное. То есть, в принципе, это хорошо. Идем дальше. Либо наоборот. То есть, очень важно посмотреть наоборот. Почему? Обычно, когда, наоборот, мы смотрим слабенькие сайты, у которых там domain, Ahrefs domain rank слабенький, то там очень много видно покупных ссылок. Такое можно сделать на очень крупных интернет-магазинах. Например, берем и коммерсистематику, берем обратно и смотрим, что на самом деле они тоже покупают ссылки с индусских блогов и тоже каким-то образом на общем фоне прокачивают какие-то определенные разделы. Получают, в принципе, неплохой трафик по этому. Идем дальше. Что нужно смотреть? То есть, мы смотрим анкоры на этих сайтах. Ну, в нашем случае, например, мы зашли на сайт этого, мы анализируем сайт этого лойера. То есть, это не портал, это сайт, который оказывает услуги. В принципе, довольно-таки авторитетный, у которого не один сайт есть, который по разным регионам в топе. И он продвигается более-менее по белому, но, соответственно, долгое время находится в топе. Мы смотрим сами анкоры на этих сайтах. Ну, например, в первом случае мы видим веб-сайт и, соответственно, это естественная ссылка. И, скорее всего, мы сможем повторить, то есть, это либо каталог, либо какая-то директория. И мы сможем повторить эту ссылку. Во втором случае мы видим тоже безанкорную ссылку и можем посмотреть, возможно, это комментарий, возможно, это платная ссылка и так далее. То есть, по типам очень легко посмотреть, когда вы перейдете на сам сайт и подумать, сможем ли мы повторить то же самое. Сразу видно возможности. Вот, например, там, где веб-сайт, мы заходим и в данном случае это локальная версия Yellow Pages сайта. И там можно бесплатно добавить сайт. Понятно, что есть какие-то платные возможности, но, тем не менее, можно бесплатно добавить сайт и получить DoFollow ссылку, которая выглядит, естественно, на свой проект из тематической категории. В принципе, все понятно. В итоге, какая основная задача? То есть, основная задача это, чтобы была понятна картина по обратным ссылкам топ-сайтов. Для этого нам нужно анализировать, грубо говоря, не один топовый сайт, а как минимум топ-10-15. Причем анализировать довольно-таки детально. Как следствие, если мы это делаем, мы видим возможности по обратным ссылкам, которые можем получить. И на основании этого анализа можно собрать базу сайтов, можно распределить их на типы, ну, грубо говоря, там, директории, комментарии, платные посты, какие-то пресс-релизы и прочее. Там, темы на форумах, ну, собственно, сразу заняться линкбилдингом, если вы уже решили зайти в эту нишу. Идем дальше. То есть, еще раз, основной фокус, это динамика, это анкоры. То есть, если анкор-лист спамный, то, ну, нужно присмотреться на другие сайты. Возможно, по всей нише такое происходит. Если вы будете использовать только без анкор, то, там, результат можно будет получить, там, ну, довольно-таки очень долго. Особенно по таким тематикам. Но, к примерам, приступим чуть-чуть позже. Я покажу, как мы подошли к этому. Дальше, ссылающие домены. Определяем типы сайтов. Дальше, понимаем общую картину по каждому конкуренту. Идем дальше. Трафик сайтов. То есть, допустим, с обратными ссылками мы разобрались. Мы переходим на трафик. Каким образом его можно посмотреть? Берем основные инструменты. Основные инструменты это SimilarWeb. Это Alexa. Это Simrush. Это Compete. Это OneCast.com. Для того, чтобы сейчас можно было перейти протестить, вы можете перейти по ссылке, которая указана в слайде. То есть, это seoprofi.ua.ua. Слэш-блог. Слэш-аналитика. И как оценить трафик сайта. Либо там вбить Google просто как оценить трафик сайта и перейти на статью. Там описана детально работа с каждым инструментом. Идем дальше. На что обращаем внимание? То есть, мы смотрим источники трафика. Нам в первую очередь для SEO важна органика. То есть, это бесплатный поисковый трафик. То есть, трафик из поиска. Мы смотрим на топ-сайты рефереры, которые ссылаются. Мы смотрим на топ-соцсети, которые ссылаются. Очень часто можно увидеть разные штуки. Например, там сайт получает 99% трафика из социальной сети Facebook. Значит, нужно посмотреть, каким образом он это делает. Он использует платную рекламу, либо он это делает с помощью контента, который распространяет. Пятый момент. Это похожие сайты. То есть, мы заходим и смотрим похожие сайты. Дальше смотрим регионы. Ну и, собственно, общую информацию, общий дэшборд. Ну, например, это сколько времени посетитель проводит на сайте, сколько посетителей в общем. Насколько точная информация. Если смотреть англоязычный сегмент, то она довольно-таки точно. Понятно, что может быть там и в 2-3 раза разница от реальной картины. Но, тем не менее, вам другой сервис не покажет. То есть, вам нужно будет зайти в Google Analytics и действительно посмотреть. Но, соответственно, вам конкурент это не расшарит и вы это сделать не сможете. Поэтому еще обращаем внимание на поисковый трафик. Важный момент. Вот мы зашли в сервис semrush.com, вбили домен конкурента, либо топового сайта. И важно посмотреть изменения за все время. Ну, в semrush есть возможность, там, по-моему, он за 3 года показывает. Даже больше. Вот в нашем случае, то есть я смотрю с января 2010 года, мы видим, что домен довольно-таки старый. По нему, по трафику есть динамика. Были и падения. То есть, если детально анализировать, можно будет посмотреть, почему эти падения были и так дальше. Но, тем не менее, главное, чтобы была позитивная динамика и проект развивался. Также мы можем посмотреть, что сайт также сливал платный трафик. То есть, он в январе 2000, точнее в декабре 2015 на январе, он довольно-таки немало сливал контекста на свой сайт. Идем дальше. Что в итоге? То есть, с помощью similarweb мы смотрим основные источники трафика, примерную посещаемость ресурсов, понимание того, что нужно получить на выходе. Ну, и нужно анализировать весь стоп. Объясню, почему и что значит весь стоп. Весь стоп означает, что, например, у вас есть высокочастотный запрос, среднечастотный запрос, низкочастотный запрос. Если, допустим, супернизкочастотный запрос, если мы смотрим результаты по высокочастотному запросу, сразу лучше понимать, что довольно-таки быстрого результата у вас в данной нише не будет. Поскольку, вот мы анализируем и смотрим, если там брендовые сайты, которые там по 5 плюс лет, которые постоянно развиваются и занимаются этим всем делом, то вряд ли вам получится достичь хороших результатов, грубо говоря, в течение года. Соответственно, нам нужно смотреть в сторону среднечастотных и низкочастотных. И зачастую эта выдача сильно отличается. То есть, те люди, которые находятся по высокочастотным запросам, точнее, те сайты, они могут сильно отличаться от других. И, соответственно, другая картина. И в итоге у нас анализ уже идет не 10-15 сайтов, а под 30-40. Но, тем не менее, это дает реально общую, не общую, а детальную картину того, что можно сделать. И то, что происходит в вашей нише. Например, кейс, ну, самый последний. То есть, увидели возможность получить трафик с помощью контента. То есть, мы увидели одного конкурента, который так делает по топу. Собственно, что мы сделали? Мы посмотрели, как это он делает. Прикинули, как можно контент создавать более лучше. Ну, создали статьи. Ну, то есть, вначале это было немного статьи, а сейчас постится примерно одна статья в неделю. Дальше, с помощью SimilarWeb мы увидели, что реклама в основном идет через Facebook. Мы сделали блог, начали добавлять статьи, начали распространять эти статьи в платном режиме. То есть, вначале мы ставим, грубо говоря, 1 доллар, а дальше можно ставить 5 долларов на пост. В общей сложности затраты в месяц на Facebook, ну, на самом деле копеечные. Объясню, почему дальше. Ну, и, собственно, начали получать неплохой трафик. Вот примерно какой рост по этому трафику. То есть, сейчас, ну, за вчера на сайт зашло больше, более 1200 человек в сутки. Это по тематике лойеры, где там, грубо говоря, 100 человек целевых. Это просто, ну, аллилуйя. Пример по лойеру. То есть, мы можем по аналитику посмотреть, что основные источники, social, ну, если нажать на social, то это Facebook. Пример органики. То есть, соответственно, органика по чуть-чуть уже начинает расти. В данном случае это смешно, там, показывать, там, 16 посетителей в сутки за 2 месяца по тематике лойера. Это действительно смешно. То есть, если говорить, поскольку у нас есть проекты, которые там за это время уже десятки и сотни тысяч трафика генерируют. Но, тем не менее. Чтобы больше понимать картину, стоимость клика в данной тематике в среднем 120 долларов. Один переход. То есть, представьте, на 1000 долларов вы получите менее 10 переходов на сайт. И какая вероятность того, что хотя бы один из этих 10 станет вашим клиентом. Ну, то есть, здесь нужно будет работать очень сильно над воронкой и не факт. Поэтому 16 человек с копеечным бюджетом и органика уже растет. Это, в принципе, неплохо. То есть, грубо говоря, если перевести в деньги в контекст, это довольно-таки очень хорошо. Что мы делаем? То есть, на основании трафика топов мы видим источники, более точно понимаем объем ниши. Можем найти выгодный источник для себя. Ну, по примеру, фейсбука, как мы нашли. Ну, и, собственно, получать конверсии. Да, фейсбук конвертнется не таким образом, как тот же ППЦ, та же органика. Но, тем не менее, это помогает даже расти в целом основному сайту. Ну, и увеличивать узнаваемость. И здесь идет воронка с помощью... То есть, покажи свою экспертизу, и человек, возможно, тебе обратится. То есть, пошли через этот способ. Ну, два сайта в ниши, которые используют, это, в принципе, неплохо. Четвертый момент, это какой контент на сайте. То есть, точнее, смотрим контент, смотрим эти топовые сайты. То есть, мы уже просмотрели обратные ссылки, мы просмотрели источники трафика детально. Дальше мы смотрим контент. То есть, мы смотрим, какой контент на сайте, есть ли статьи, есть ли блог, есть ли раздел статьи. И очень часто, особенно по таким тематикам, еще оставляют разделы статьи и не ведут блоги. То есть там, грубо говоря, 10-15 статей, и они там какое-то время генерируют поисковый трафик. Дальше, какого плана эти статьи, какая у них видимость. Чтобы увидеть видимость, мы просто копируем URL, вставляем, например, в тот же Samrush и видим данные по этой статье. Дальше, генерируют ли они трафик. То есть мы можем, опять же, посмотреть с помощью SimilarWeb, генерируют ли они трафик. То есть для каждой статьи. Дальше, кто их пишет, то есть от какого лица это ведется. Это тоже не менее важно, поскольку если вы будете создавать информационный продукт, ну, то есть точнее информационный сайт в какой-то тематике, то есть для заработка на AdSense или каких-то партнерках, то нужно понимать, есть ли какой-то, в принципе, траст. Ну, разница есть, когда, грубо говоря, директор или там руководитель, либо большой компании развивает этот продукт и общается с целевой аудиторией, либо непонятно какой бот пишет или копирайтер, который сидит там, я не знаю, в каком-то селе, который пишет дешево и которого профридят. Нейтивы, которые, собственно, понимают английский хорошо. Дальше, как часто они публикуются, ну и, собственно, какой объем. На объем важно обратить внимание, поскольку сейчас, если там в топе находятся статьи по 300-400 слов, если мы будем использовать статьи по 1000 слов, нам, по сути, не нужны будут никакие ссылки. Они, если это низкочастотные запросы, они сами по себе будут очень быстро выходить в топ. Но развеивать миф стоит, сами по себе, как бы, нужно в любом случае будет их прокачивать каким-то ссылочным. То есть там это 1, 5, 10 ссылок, либо, возможно, там пустить пресс-релиз, либо по форумам тематическим пройтись и так дальше. Переходим дальше. То есть мы заходим на сайт, вбиваем контент на топ-сайтах и смотрим, то есть в данном случае мы тот сайт, который анализируем, смотрим, какого плана у них статьи и делаем вывод. Пятый момент – это поисковая видимость. Вбили запрос, смотрим топовые сайты, анализируем каждый сайт, какие запросы у них находятся в топе. Довольно-таки быстро и понятно это можно сделать с помощью сервиса SEMrush. То есть на что обратить внимание? Ну, например, там берем 2 портала, там lawyers.com и fineload.com. Мы смотрим видимость за все время, в нашем случае это с 2010 года. И смотрим динамику. Видно даже те года, которые был довольно-таки хороший рост у этих сайтов. Ну и, собственно, смотрим, по каким ключам они постоянно растут и увеличивают свою долю поискового трафика. Ну и дальше можем проанализировать эти ключи, под них сделать статьи и получить тот же трафик, как и у них. На что обращаем внимание? На быстро растущие сайты. Что значит быстро растущие сайты? Это те сайты, которые попали в топ за последний год, либо полгода. И как следствие смотрим, что они сделали, чтобы получить такой результат. В итоге собираем фишки с проектов из топа, применяем на практике, получаем результат. Все на самом деле просто. На самом деле, любой может, если детально вникнуть в обратные ссылки в контент, в трафик, понять фишки. Но ответ кроется в топе. То есть, я уже говорил, нужно не смотреть один сайт. Нужно убрать эту лень и пройтись как минимум по 30 таким сайтам, чтобы понять реальную картину. На самом деле, лучше уделить анализу нишу неделю-две, чем начать проект и потом уйти в минус и непонятно, когда он окупится. То есть, это тоже нужно понимать. Смотрим альтернативные источники трафика. Возможно, мы не только с помощью SEO, а в данном случае, как с помощью Facebook, можем получать какие-то лиды и довольно-таки дешево. И получать хороший объем трафика. Применяем, получаем результат. Ну и, собственно, анализируем. Пятый момент – это стратегия, которую мы используем в последнее время. Это по следам конкурентов. Статья в слайде. Вы можете, по сути, перейти на нее и посмотреть, каким образом вообще делать по следам конкурентов. Но банально все. То есть, мы берем брендовые запросы конкурентов и смотрим, что они размещают, на каких блоках ресурсов. Ну и, собственно, повторяем это дело. Еще один пример из тематики lawyers. То есть, это органический трафик и довольно-таки неплохой рост. То есть, в данной нише получить 4000 переходов в месяц для неинформационного ресурса, который генерируют лиды – это, в принципе, неплохо. И очень хорошо отображается в деньгах, которые получаются с помощью этих лидов. Сколько может занять анализ ниши по времени? Ну, в среднем, то есть, если так прикинуть, если нормально, одну-две недели. Понятно, что это не полный день. Но, тем не менее, если там хорошо анализировать, лучше потратить на это больше времени. Ну, это как следствие, если копать каждый сайт детально и смотреть все. Еще раз подсуммируем. Первое – ссылки. Второе – точнее, первое – топы. Второе – ссылки. Третье – трафик. Четвертое – контент. Пятое – видимость. Ну и, собственно, смотрим внутреннюю оптимизацию. Про довольно-таки детально технические моменты внутренней оптимизации сегодня расскажет еще Антон Рева. Поэтому советую посмотреть этот доклад. Ну и, собственно, спасибо за внимание и жду ваших вопросов и с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует...